Ну что, здравствуйте, уважаемые любители киберспорта, компьютерных игр. У нас непонятно кто у кого в гостях, но в общем... Я в жертву на карман играл в компьютерные игры. Да, кстати, я в киберспорт не могу ли уже поздно? Я тебя так сразу. В общем, здравствуй, Дим. Рад, сужу привет. Для тех, кто вдруг пропустил начало киберспорта, первые так его лет 10, это неизменный главный судья почти любого киберспортивного мероприятия, начиная от каких-то более-менее крупных московских турниров и заканчивая ЦГ, наверное, так. Но учитывая то, что ты давно уже отошел от судейской деятельности, так скажем, и перешел в... не скучаешь по романтике компьютерных вот этих вот... ну не то чтобы клубов, но по крайней мере вот этой вот атмосферы турнирной, потому что мы недавно ее вспоминали и так хорошо вроде было. Слушай, вот как раз по турнирной атмосфере действительно скучаю. И вот, знаешь, что время, ну блин, ну не важно было, какие призы, важно было, что вот можно приехать, посоревноваться, пообщаться, вот все вместе обсудить какие-то стратегии. Вот этой атмосферы, конечно, немножко не хватает. Карма ездил на электричках из Питера в Москву, не имея денег на турнир, просто чтобы, ну, заработать что-то, естественно, но атмосфера действительно была классная. Вы недавно, ты рассказывал, встречались с вашими товарищами арками. Такая вот была, видимо, неформальная встреча. Расскажи, кто там был, о чем вы говорили. Ну, если там темы есть такие, которые можно публично осуждать. Осуждать. Обсуждать. Мы не на Твиче, мы не осуждаем. Да, мы стараемся поддерживать связь, насколько это возможно. Просто всех раскидало. Иван Демидов, Оркесол, сейчас в штатах живет. А с Мадеей Сергея Жигин, он вот в Волгоград перебрался. Вот, все женились, дети, то есть все, как говорится, все как у нормальных людей. Они продолжают играть? Да не то, чтобы продолжают. Ну, то есть какие-то игры есть, но, как говорится, возраст уже не тот. То есть там немножко, ну, сингла чуть-чуть, может быть, для расслабления. Вот. Ну, а так, чего рассказать? Ну, посидели. Сергей был, собственно, вот, Осмодей. Флэш, соответственно, братик был. Он серьезно так это забурел, раздобрел. Вот. Ну, такой же веселый Хахмид. В общем, очень душевно посидели. А Елисей был, Елисей был. Он у нас редко бывает. Все такой же высокий. А сам во что играешь, если играешь? Я вместе с сыном в Clash Royale играю иногда. Вот. Ну, у него сейчас интерес начинает немножко спадать, но вот было промежуток где-то полгода, мы с ним активно так занимались этим. А ты пробовал ему какие-нибудь более серьезные киберспортивные дисциплины показывать? Ну, типа там StarCraft, Brood War, Remastered. Вот сделали? Нет? Или он не разделяет? Ну, ему все-таки пока 8 лет, поэтому я так далеко еще не захожу. Вот. А старшей дочери пробовал, но вот как-то ее это не зацепило. То есть киберспорт ей не интересен. Да, это все-таки такая мальчишечка, мальчишеская привычка с инновацией. Расскажи о деятельности федерации, тем более, что ты там уже достаточно давно. Было снова у нас принятие киберспорта, как официального. Наверняка масса вопросов было. Ну, в целом, расскажи коротко о дистанции, скажем, лет 5, которые прошли. Ну, собственно, в 2016 году окончательно без поворота мы вошли во второй раздел реестров. У нас были признаны дисциплины. В начале 4, потом добавили спортивные симуляторы. Потом последнее, что нам признали, это файтинги. Там тоже было очень много вопросов, связанных с тем, что, а не слишком ли много агрессии и так далее. Но в итоге, да, мы смогли обосновать, что это здорово, нормально и на пользу. Вот, сейчас занимаемся финализацией стандартов спортивной подготовки федеральных, чтобы начать все-таки то, к чему мы идем, открытие секций, секций по киберспорту. Они будут популярны в школе. Да, мы рассчитываем на это. Вот, мы, кстати, подписали соглашение с ГБУ Фетченко. ...лига, но в ней принимают участие там несколько тысяч школ, и, конечно же, этого недостаточно. Вот, в целом мы постоянно сталкиваемся с непониманием, ведем просветительскую работу, показываем, рассказываем, объясняем. В целом, те люди, которые уже нашли в себе силы в этом разобраться, потрудились понять, они в восторге. Это касается и родителей, и преподавателей, ну, естественно, самих школьников. Вот, на всякий случай не пугайтесь, у нас от 14 лет. То есть, младше 14 лет мы к соревнованиям не допускаем такие правила нашего спорта. Вот, в конечном итоге, да, мы рассчитываем, что во всех школах появятся и факультативные уроки киберспорта, не вместо физкультуры, а в дополнение. Вот, и, кстати, сказать, я выдвигаю два условия, естественно, это согласие родителей, и, во-вторых, чтобы у ребят не было задолженности в физкультуре. Вот, у меня, кстати, сын вот недавно сдал на серебряный значок ГТО. То есть, не то, что мы его там как-то специально тренировали к этому. Нет, совершенно нормально. То есть, нормативы, они не очень сложные. Ну, только сегодня мне прислали ссылочку на цитату Кириенко. А Доте 2 ты, наверное, уже читал. Это тоже хорошая тенденция. Просто вспомнил, ты сказал о том, что все еще есть сложности с тем, что люди очень сложно, особенно где-то там в аппарате, такие номенклатурщики принимают нововведения. Ну, как бы изменения необходимы, понятное дело. Но мы же растем, растут люди, которые находятся среди аналитиков того же самого Кириенко. Он же сам не играет, но вещи рассказывает толковый. Там речь шла о том, что он упомянул Дору и в такой положительной коннотации, что это командная дисциплина, и там нужные качества, которые необходимы в нормальной жизни. В нормальной жизни. Вот. По поводу агрессии, насколько я понял, я смотрел кусочек интервью твоего, и сразу видно по интервью, что это как раз та тема, которую тебе приходилось доказывать, о том, что здоровая агрессия в нашей жизни необходима для... Ну, потому что конкурент для всего. Действительно так. Ну, сейчас эта тема у нас снова стоит очень остро, потому что мы пытаемся добиться признания тактического трехмерного боя, куда входит и Контер-Страйк, и Валорант. Вот. И нас уже несколько раз отправляли на дополнительную проработку материала. Естественно, вот есть понятные опасения, связанные вот с различными трагическими событиями. Вот. Но мы со своей стороны по-прежнему убеждены, что как раз именно переход от гейминга к киберспорту, в том числе и в этом направлении, он пойдет на пользу. Так. По поводу места проведения, по поводу города. В Челябинске впервые? Как настроение? Как обстановка? Да, действительно, в Челябинске впервые, но очень приятное впечатление. Много зелени, большое количество водоемов. Ну, и погода, конечно, удивила. Я когда посмотрел, какая температура в Челябинске, 32, я даже перепроверил, правильно ли я ввел город. Вот. Это, конечно, приятно. Ну, тяжело в костюмчиках-то, да? Ну, почему? Здесь все-таки кондиционера есть. Нет. Я не вижу проблемы. Как раз наоборот. В Москве холл... У меня еще горячую воду дома отключили. Город увешан всякими баннерами чемпионата России, финал чемпионата России 2021, все так оформлено хорошо. Администрация, насколько я понял, пошла на встречу, проявила заинтересованность. Расскажи подробнее. Ну, это был основной фактор, в результате которого мы приняли решение проводить именно в Челябинске. То есть, здесь мы действительно нашли не просто понимание, а заинтересованность. Здесь вот огромные, хочу сказать, слова благодарности господину Евдокимову, Вадиму Михайловичу. Он, со своей стороны возглавляя оргкомитет, проявил максимальную заинтересованность. Он действительно погружается в детали, смотрит, а как будет работать ведущий, а какие декорации. Опять же, вот если вы посмотрите тот размах, который получил это мероприятие здесь, ну, это действительно сопоставимо с тем, как мы когда-то с тобой давно ездили в ту же самую Корею на ВЦГ. Ну, вот огромное количество рекламы по городу, большое количество площадок. Здесь, причем, не только все вокруг киберспорта, здесь и традиционный спорт представлен. Например, есть площадка для стритбола. Вчера, кстати, ребята играли, вот из Даши Федерации была команда, три человека, и местные ребята-баскетболисты в Дичью сыграли, это очень приятно. То есть, вот это отношение и повлияло на выбор Челябинска как место проведения. Как вы, собственно, выбрали, ну, у вас же наверняка есть какая-то регулярная работа, работа с отделениями, вы знаете на местах, там, администрацию и их отношения, да? Таким образом происходит это или как? Да, верно. У нас сейчас 74 региональных отделения, каждый из них ведет свою работу, проводит свои турниры. И здесь, ну, что греха таить, не все так хорошо относятся к киберспорту, как в Челябинске. Некоторые говорят, ну, да, вы признаны, конечно, есть, но как-то вы нам непонятны. Вот. Поэтому есть ряд регионов, которые максимально активны, они подают заявки, дальше мы их всесторонне изучаем, рассматриваем. Естественно, мы смотрим несколько факторов, в том числе, обращая внимание на то, сколько здесь прошло соревнований за последние годы. Как они проходили, насколько плотный контакт с Министерством спорта, есть ли понимание. Но вот, еще раз повторюсь, в Челябинске мы нашли не только понимание, мы здесь нашли энтузиазм, поддержку, инициативу. По поводу отборочных, я уже успел пообщаться с парой игроков, и они рассказывали, что в некоторых регионах есть проблемы с, ну, я не знаю, что это, дело производства и прочее. То есть, недостаточно было просто пройти квалификацию. Надо было еще пройти общение с региональным отделением, которые должны были укомплектовать сборную. Вот, что там было за процесс? В чем были сложности? Ну, здесь, как говорится, назвавшись груздем, надо полезать в кузов. Мы сейчас являемся официальным спортом. Соответственно, на главное событие страны, на чемпионат, не может приехать просто там, не знаю, Вася, на чемпионат приезжает сборная, которую направляет регион. То есть, соответственно, регион формирует свою сборную, идет все за подписью Министерства спорта, с справками от врача, допуски. То есть, это полный набор документов. Естественно, для многих спортсменов, ну, наверное, даже было дико, что им надо подавать документы, им надо проходить обследование, им нужно это. Да, братцы, но мы же хотим быть спортом, мы хотим, чтобы к нам относились серьезно. И мы хотим, чтобы нас поддерживало государство. Это система. Да, в этом есть свои минусы, но плюсов гораздо больше. Опять же, ну вот, может быть, ты помнишь, у нас был там случай, когда одному из зрителей стало плохо, у него случился эпилептический припадок, и вот Федор Комаровский ему помогал, оказывал первую помощь, пока не подошел доктор. У нас, слава богу, на всех мероприятиях в соответствии с требованиями доктор всегда присутствует. Вот, а это я к чему? Что такое же могло случиться и с участником соревнований, если бы мы их не проверяли, если бы у них не было допуска от врача. Сразу по поводу врача, тут же допинг вопрос, и сдаете ли тесты, есть ли уже прецеденты по допингу? Я помню, в наши бытные клубы многие, чего от греха таить, сидели под разными веществами и тренировались. Ну, давайте так, когда есть большие призовые, всегда есть большой соблазн. Вот, и даже на международной арене, там и американцы уже отличились и прочее. Но, если говорить официально, да, есть международная федерация, у нее подписано соглашение с ВАДА. Мы, как официальная российская национальная федерация, подписали соглашение с РУСАДА. Мы все прошли обучение, все сотрудники офиса получили сертификаты. В каждом регионе назначен ответственный по антидопингу. Он, соответственно, тоже прошел обучение. Мы проводим вебинары, объясняем спортсменам, что можно, что нельзя. Мы здесь не что-то особенное. У нас совершенно такие же условия, еще раз говорю, как у остальных. Пока РУСАДА у киберспортсменов не брала проб на антидопинг. Но она это может сделать в любой момент в соответствии с требованиями закона. По поводу разрядов, излюбленная тема, раз уж мы официальный вид спорта, уже начали присваивать разряды. Они, насколько я понял, необходимы были любому участникам для того, чтобы принять участие в этом турнире. Какие перспективы, разрядные темы интересуют, естественно, пенсии дотеров? Ну, вот эти вот мастер спорта по МИДу и вот это вот все. Ну, начнем с того, что спортивные разряды, они помогают уже, многие вузы обращают на это внимание. Я сейчас не говорю не про только там ИТМО, который уже киберспортивные стипендии выдают, да? А в принципе, при поступлении это тоже дополнительный аргумент. А если мы говорим в целом, то у нас уже могут появляться и кандидаты в мастера спорта, и мастера спорта. Вот, с прошлого года такое стало возможно. И, естественно, они будут иметь те же самые преференции, что и мастера спорта в других видах спорта. То есть здесь, на самом деле, их достаточно много. Есть различные послабления, там, связанные с призывом в армию, опять же, с образованием, с работой и так далее. То есть здесь, ну, еще раз, мы не что-то новое привнесли в спорт, мы стали его частью. Поэтому, еще раз, братцы, мы ничем не отличаемся официально от баскетболистов, футболистов, хоккеистов, шахматистов и всех остальных. Хорошо. Какие дисциплины уже приняты и какие планы по новым дисциплинам? Ну, главные планы по новым дисциплинам – это добиться признания тактического трехмерного боя, потому что «Контрстрайк» у нас очень популярен, Международная Федерация проводит по нему соревнования. Мы должны формировать нашу сборную, в том числе и здесь, но не можем. Поэтому, конечно, это для нас определенная сложность. Это вот основная история. Сейчас у нас признано шесть дисциплин, все шесть представлены на чемпионате страны. Это, опять же, в соответствии с требованиями закона. То есть, если у нас дисциплина признана, мы ее должны развивать и, в частности, проводить ежегодный чемпионат, что мы, в общем-то, и делаем. Вот, поэтому здесь это все несложно. Дальше, наверное, у нас будет остановка уже связанная с дополнительной реальностью. Сейчас появляться, начинают игры, которые связаны с этим. Больше скажу, нам уже даже демонстрировали несколько интересных разработок, которые связаны с управлением мыслью. То есть, на человека надевают шлем, и он уже силой мысли, фокусируясь, может делать определенные действия. Сейчас еще, конечно, это все далеко от совершенства, но лет так через пять вполне возможно, что соревноваться уже будут без помощи рук. Значит, насколько я понял, вместо Старкрафта, например, мог быть Варкрафт. То есть, у вас есть описание именно типа игры, да? У нас есть описание дисциплины. И если мы говорим, что дисциплина называется стратегией реального времени, там описаны определенные критерии. Это все в правилах, на сайте Министерства можно посмотреть. Естественно, мы как бы выбираем между различными играми, это у нас называется вид программы, какая именно будет представлять, например, на чемпионате. Вот. Ну, не могу сказать, что там Старкрафт только потому, что он мне больше нравится. Он все-таки чуть более, наверное, современный. Но да, у нас выбор. Либо это Варкрафт, либо это Старкрафт. Мы не можем провести одновременно. Точно так же, как вот у нас либо Дота, либо там Лига Легенд. Одновременно мы это сделать не можем. Хорошо. О планах на, ну, в ближайшее время, любой промежуток, бери там год, три, у федерации какие планы? Ну, основные все-таки планы у нас связаны со школьниками. Наша задача – это создание школы спортивного резерва. Для того, чтобы в среднем человеку выйти на пик формы, ему нужно три года. Поэтому, чем раньше он этим начнет заниматься, тем будет лучше. Мы работаем также в направлении того, чтобы снизить ограничения с 14 до 12 лет по некоторым дисциплинам. Вот. Нам кажется, это вполне разумно. Вот. Поэтому основное направление – это вот это. Спортивные секции, дополнительные уроки и так далее. Второе – это мы продолжим работу по проведению массовых соревнований. Мы уже имеем хорошую историю, когда там порядка 40 человек за последнее время прошли вот нашу лестницу, участвовали в школьных, студенческие соревнования и сейчас являются частью профессиональных команд. Вплоть до того, вот, ребят из Virtus.pro. Это для нас очень важно, потому что мы видим, что это действительно работает, это помогает талантам попадать на профессиональную сцену. Естественно, мы заинтересованы в профессиональной сцене. Что касается международных направлений, то здесь мы планируем добиться того, чтобы у нас появился не только чемпионат мира от АСФ, но и чемпионат Европы от Европейской Федерации, которая в прошлом году была создана. Естественно, пандемия сейчас не способствует всем этим процессам, но, тем не менее, мы рассчитываем, что в ближайшее время чемпионат Европы состоится. Звучит здорово. Ну что, мы будем жить и ждать, как будут события развиваться. Любопытно, что оно все формируется во время нашей жизни. Процесс идет, потому что мы застали самое начало, мы видим вот эти вот шаги, наблюдая со стороны, и, глядишь, доживем до счастливого будущего. Напоследок, все что угодно, благодарности, приветы и так далее. Ну, во-первых, спасибо Челябинску за то, что приняли на трибунах большое количество людей. Это значит, что мы не ошиблись, это значит, что все сделано замечательно. И для всех, кто хочет заниматься киберспортом, не пытайтесь строить себе планы на чемпионство. Пытайтесь заниматься киберспортом так, чтобы ты завтрашний был лучше, чем ты вчерашний. Этого достаточно. Отлично. Всего хорошего. Спасибо за интервью.